Телеканал КРТ представляет На первый вопрос в издании Project Syndicate попытался дать свой ответ Роберт Мелли, президент и генеральный директор международной кризисной группы, который при президенте Бараке Обаме был координатором Белого дома по Ближнему Востоку, Северной Африки и региону Персидского залива. В материале «Международный порядок после COVID-19» Роберт Мелли утверждает, что на фоне кризиса происходит борьба двух противоположных подходов. Цитата. Первая концепция простая и понятная. Пандемический кризис подчеркивает необходимость системы многосторонних отношений, мультилатерализма и демонстрирует всю ошибочность одностороннего национализма и изоляционизма. Вторая концепция предлагает противоположную картину мира. Глобализации открытой границы создают уязвимость перед вирусами и другими угрозами, а нынешняя борьба за контроль над подставками товаров, в том числе медицинского оборудования и материалов, требует, чтобы каждая страна сначала позаботилась о себе самой. Представители первого лагеря считают пандемию доказательством того, что страны должны объединить усилия для победы над общей угрозой, а представители второго видят в ней доказательства иного. Страны будут находиться в большей безопасности, если дистанцируются друг от друга. Конец цитаты. Автор является явным представителем первого лагеря. По его мнению, цитата, коронавирус не останавливают национальные границы, поэтому логично, что они не должны ограничивать и борьбу с ним. Конец цитаты. При этом Роберт Мелли с тревогой констатирует, что, цитата, «пандемия одновременно повышает привлекательность противоположных взглядов. Кризисы, а особенно тяжелые кризисы, как правило, усиливают и ускоряют тенденции, которые уже существовали ранее. Пандемия COVID-19 совпала с периодом подъема популистов и нарастающего националистического сопротивления глобализму и послевоенному международному порядку, что вызвано ростом неравенства внутри и между странами». Конец цитаты. Автор утверждает, что, цитата, «после мирового финансового кризиса 2008 года социально-экономическое недовольство привело к расцвету различных форм популизма, национализма и авторитаризма в таких разных странах, как Россия, Турция, Венгрия, Бразилия, Израиль и Соединенные Штаты. Эта динамика вполне может усилиться из-за кризиса, вызванного COVID-19». Конец цитаты. Что же касается соперничества великих держав, то, по мнению автора, любые сохраняющиеся у Соединенных Штатов претензии на глобальное лидерство серьезно ослабнут из-за ошибок, допущенных администрацией Трампа в ходе борьбы с пандемией, а также из-за ощущения, что она не смогла позаботиться о собственных гражданах, не говоря уже о других, и самоизолировалась в трудной ситуации. Позиции же Китая могут осложнить собственные ошибки в борьбе с эпидемией, а также внутриполитические последствия сильного экономического спада. Завершает статью призыв Роберта Мелли к выработке новых международных правил, правда, с весьма слабой аргументацией. «Ковид-19 наглядно показывает все издержки введения борьбы с глобальным кризисом с помощью международной системы, полной изъянов. Но единственным худшим вариантом может стать лишь борьба со следующим кризисом без какой-либо системы вообще». Конец цитаты. Статья в испанской Эль Мунда 26 апреля по поводу перспектив Евросоюза носит еще более пессимистический характер, начиная с заголовка «Коронавирус как катализатор упадка Запада» и заканчивая примерами падения Персидской, Римской, Испанской и иных мировых империй. Автор материала, ссылаясь на бывшего американского внешнеполитического чиновника Ричарда Хааса, занимающего ныне пост президента Совета по международным отношениям, утверждает, что коронавирус действует как исторический катализатор, а нынешняя ситуация – это процесс дискредитации и самопоедания Европейского Союза. В подтверждение такой точки зрения автор статьи привозит красноречивый пример. «По решению Европейского Совета средства из бюджета для оживления экономики будут выделены лишь 1 июня, а это означает, что с момента появления болезни в Европе до выделения средств 1 июня пройдет уже 3 месяца». «В этот период политика реагирования на пандемию была национализирована до крайности. К общему делу ЕС Париж и Берлин отнеслись настолько равнодушно, что Франция и Германия даже запретили экспорт защитных масок со своей территории. Единственным европейским институтом, который отреагировал быстро, стал Европейский Центральный Банк ЕЦБ, организация, которая является основой эффективной имперской бюрократии, но не обладает политической властью. «Гораздо более зависимая от политической воли каждой входящей в нее страны Европейская комиссия пока что серьезно не отреагировала на кризис». Автор перечисляет многие недавние грехи евробюрократии в виде отсутствия своевременной и адекватной реакции на кризисные явления, крах инвестиционного банка «Лемон Бразерс» в 2008 году, долговые кризисы в Греции, Италии, Португалии, Ирландии и Испании годом позже, миграционный кризис 2015 года и выход Великобритании из состава ЕС. Цитата. «Во всех этих случаях Брюссель оказывался чем-то далеким. Он выглядел медлительной и бесчеловечной бюрократической машиной, которой сложно общаться со своими гражданами. Поэтому сия машина посылает гражданам людей в черном». Конец цитаты. Автор также упрекает Германию, которая, по его мнению, никогда не обладала такой мощью, как сегодня. Тем не менее, Германия не хочет и не может возглавлять ЕС. В статье цитируется бывший президент Европейской комиссии Жак Делор, который предупредил, что сегодня в разгар пандемии отсутствие солидарности представляет смертельную опасность для Европейского Союза. Автор предупреждает, что Европейский Союз практически изжил себя. Цитата. «Он не может перекрыть воздух всем популизмом, возникающим внутри него, словно метастазы в организме, который не может эффективно противодействовать. К ним относится политика закрытых границ Великобритании, а также похожая политика Виктора Орбана и поддержавших его повстанцев из вышеградской группы государств. Добавьте сюда Марин Ле Пен, Матео Сальвини и Сантьяго Абаскаля». Конец цитаты. Автор предупреждает, что ЕС может стать империей, которая распадется еще до того, как сложится окончательно. Но на самом деле Объединенная Европа является частью гораздо более крупной структуры Трансатлантического Альянса с Соединенными Штатами, где, цитата, «также наблюдается не так много признаков разумной жизни». На фоне столь невеселого испанского взгляда на ситуацию в Евросоюзе, в другой испанской газете «Эль Паис» 27 апреля появилась статья украинского президента Зеленского «Украина принимает меры по предотвращению банкротства». Как мы помним, еще совсем недавно Владимир Зеленский едко высмеивал стремление украинских властей привлечь новые кредиты. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики. Мы дошли до этого уровня. Этот уровень называется «попрошайные числа». Все очень просто. Мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная. Проверена цыганами. Теперь же он сам осваивает роль «Люди добрые, извините, что обращаемся». В своей статье Владимир Зеленский сразу берет быка за рога. Цитата. «Мне приятно видеть, что наши международные партнеры МВФ, Всемирные банки и другие готовы помочь нам в проведении реформ, в которых срочно нуждается наша страна, а также в представлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету». Цитата. «Однако, что касается аргументов в пользу очередных кредитов, то не у меня одного создается впечатление, что все это мы уже слышали пять предыдущих лет». Цитата. «Начиная с лета 2019 года, когда парламент и правительство были обновлены, мы провели больше реформ, чем любое другое предыдущее правительство». Конец цитаты. С особой гордостью наш президент сообщает об открытии в Украине рынка земли и действительно высказывает сравнительно свежий тезис о том, что, цитата, «Украина – сельскохозяйственная держава с репутацией закромов Европы». После чего добавляет, что сельскохозяйственный сектор является основой национальной экономики и составляет 20% ВВП. Начнем с конца. Украинский АПК в валовом внутреннем продукте составляет лишь 12-13%. А это значит, что, несмотря на все усилия постмайданных реформаторов, довести Украину до уровня сельскохозяйственной державы им пока не удалось. Ну а насчет репутации закромов Европы, уважаемый Владимир Александрович, то не нужно по привычке смешить Евросоюз, который производит продукцию АПК в полтора раза больше своих потребностей. Статья, в которой, несмотря на ее краткость, четырежды упоминается МВФ и Всемирный банк, заканчивается пафосным обещанием. Цитата, «Пока я президент, Украина будет надежным международным партнером во всех отношениях. Моя цель – построить сильную, демократическую и процветающую Украину, потому что мой народ заслуживает лучшей жизни». Конец цитаты. Честно говоря, меня смущает оборот «надежный международный партнер во всех отношениях» двусмысленным словосочетанием «во всех отношениях». Ну а оборотом «мой народ» Владимир Зеленский наследует лучшие образцы худших украинских президентов – Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Субтитры создавал DimaTorzok